Здравствуйте, с вами Марина Рыкалиной и порция осенних советов вам в помощь. Присоединяйтесь! Несмотря на конец дачного сезона, все розы стоят в бутонах и готовы зацвести. И это, конечно, не дело. На такой процесс розы тратят слишком много питания. А оно сейчас нужно для того, чтобы повысить зимостойкость кустов. Для того, чтобы розы смогли хорошо перезимовать. Поэтому все бутоны мы срезаем. Я обрезала все бутоны, но при этом коротко кусты обрезать не стала. Не нужно торопиться. В растениях идут естественные процессы подготовки к зиме. Поэтому стебли и листья пока им еще нужны. Вообще не торопитесь. Никакие первые заморозки и даже первый снег розам не страшны. Вот минус 8, минус 10 они прекрасно выдерживают без какого-либо укрытия. Напротив, поторопитесь, ваши розы могут заприть. Я считаю, что для того, чтобы розы хорошо подготовились к зиме и на следующий год порадовали вас пышным цветением, нужно делать две осенних подкормки. Одну в начале сентября и одну в начале октября. У меня розы отсыпаны корой. Таким образом создаются благоприятные условия для развития растений. И не только роз. Чтобы сделать подкормку, я буду грабельками отгребать кору. Это несложно. Если вам важна долговечность ваших розовых кустов, то лучше все-таки вносить в почву органические удобрения. Минеральные, безусловно, тоже могут играть свою положительную роль, но лучше их давать по листу, если вы это делаете. За развитие шикарной мощной корневой системы отвечает исключительно органика. Мое удобрение органическое. В нем очень мало азота, зато много фосфора и калия. Вот именно калий способствует тому, что растения хорошо подготовятся к зиме. Но эти удобрения осенние еще способствуют тому, что весной у растений тоже будет запас питания для развития корней и для начала вегетации. На один куст нужно взять приблизительно 100 грамм или 3 ваших небольших горсти. Второе удобрение, которое в обязательном порядке я дам своим розам, это одна горсть морских водорослей. Водоросли – экологически чистый продукт, богатейший по составу, добывает их в Белом море. Но самое главное, что осенняя подкормка водорослями способствует повышению устойчивости розовых кустов к стрессам и к морозам. И третий компонент – это будет магний, тоже буквально одна горсть на куст. Причем магний природный, натуральный, без магний невозможен процесс фотосинтеза. После азота, фосфора и калия одним из важнейших элементов по значимости является как раз магний. Еще магний способствует лучшему усвоению фосфора, это согласитесь, сейчас очень важно. И без магний невозможен синтез белка. Далее, все внесенное удобрение нужно хорошо прорыхлить, вернуть кору на место и сделать хороший полив. Влагозарядковый полив нужен. И поверьте, земля теплая, корни работают, идет еще рост корневой системы, поэтому это питание еще отлично усвоится. Я никогда не понимала, почему наши дачники так любят хвастаться огромными корнеплодами свеклы. Если свекла перерастает, она становится дупловатая, она менее сочная, она теряет вкусовые качества и хуже хранится. Если вам нужен супер ранний урожай свеклы, то можно посеять ее еще дома, на рассаду, в торфяные таблетки и буквально 5 штук высадить в теплицу. А свеклу на хранение я сажаю в первой декаде июня. И выбираю я для этого два ранних гибрида. Это египетская, плоская и пабло. Несмотря на то, что египетская, плоская и пабло, они ранние, при этом они очень хорошо хранятся. Имеют некрупный корнеплод, устойчивый к жаре и цветушности. Если вы хотите, чтобы ваша свекла была сладкой, ей нужно давать магний, органический и калий. То есть натуральное органическое удобрение, кстати, подойдет для томатов, а еще лучше для винограда. У нас обещают первые заморозки, поэтому сегодня домой забираем срочно черешковый сельдерей малахит и корневой сельдерей албин. Что мы с ними делаем? Корневой отлично хранится в погребе. Вы можете зимой делать из него соки, но нужно добавлять сок сельдерея в морковный сок. А черешковый отлично идет для приправ. Для этого их нужно посушить в электросушилке. И также можно заморозить. Если не получается вырастить брокколи, пробуйте гибрид фиеста. У него отличная ремонтантная способность. И даже сейчас, в конце сезона, мы снимаем классный урожай. Посмотрите, сколько завязывается новых головок. В течение сезона я не раз вам говорила, что для того, чтобы получить классный урожай цветной капусты, даже в жару, нужно выбрать хороший гибрид. И один из таких гибридов называется White Axle. Если вы сейчас присматриваете семена, то обратите на этот гибрид внимание. Он супер ранний, и вы можете за сезон снимать три урожая. Мне кажется, что снимать такой урожай цветной капусты в конце сезона – это настоящее чудо. И этот гибрид чуть позже созревает. И называется он Swilla. У меня земля все песчаная, поэтому огромных экземпляров лука-порея у меня не получается. Но, тем не менее, урожай всегда большой и хороший. Если у вас лук-порей не получается, то есть он не выглядит так, как вам бы хотелось, то обратите внимание на гибрид Vesta. И этот гибрид ранний. И без всякого отбеливания у него получается белая длинная ножка. Хранить порей можно, поставив вместе с корнями в ведро, засыпав песком и опустив в погреб. Я обычно лук-порей нарезаю и храню в бразильной камере. И также его можно сушить. Причем зеленую часть тоже не выбрасывайте. Отличная получается приправа. Красные сорта или гибриды капусты, качанные, хороши для приготовления салатов. Горький перец я выращиваю в кашпо, располагая его в полу-тенистом уголке сада, чтобы перец горький не перепылился с перцем сладким. Этот перец хорош не только для заготовок, но и для того, чтобы его насушить для приправы. Если перчики будут огромными, сделать это будет уже проблематично. А так целыми стручками можете сушить без всяких проблем в домашних условиях. А еще нужно успеть снять виноград. Урожай в этом году просто огромный. Очень много вопросов от вас поступают, дорогие дачники, по поводу дополнительного освещения рассады фитосветильниками. Перед вами рассада гибрида перца, суперраннего, который называется Арчи. Естественно, он предназначен для выращивания в открытом грунте, в теплице. Но вот за счет ранней спелости его можно с успехом выращивать и на подоконнике. У перца мощный ствол, он цветет, насыщенные листья, и он уже даже начал разветвляться. Таким образом, на мой взгляд, должна выглядеть классная рассада, которая уже требует пересадки в теплицу или в открытый грунт. Я же буду сегодня пересаживать эти перцы в 10-литровые кашпо. Но самое удивительное, что этому растению перца с момента всходов сегодня исполняется ровно 45 дней. Это стало возможным благодаря тому, что рассада находится под профессиональными фитосветильниками. Получается, что если они у вас есть, то вам придется пересмотреть сроки посева. И получается, что посеять томаты и перцы вы можете на рассаду 1 апреля. Это светильник эконом-варианта, а это профессиональный. Светильник светодиодный. Алюминиевый надежный корпус, который отводит тепло. Из рук службы таких ламп 12 лет и более. Если вы думаете, что можете взять мощную лампу дневного света, и она заменит профессиональный фитосветильник, вы глубоко ошибаетесь. Здесь специально разрабатывался спектр именно для растений. Я включила светильник, и вы, наверное, заметили, что здесь нет никакого розового, приторного цвета марганцовки, который неприятен для глаз. Свет близкий к дневному. То есть как будто сейчас на улице день. Лампа располагается над растениями приблизительно на 20 сантиметрах. В зависимости от того, что выращиваете, это может быть и полметра, и даже больше. Этот светильник длиной всего 50 сантиметров. Мощность у него около 40 ватт. И вот мой результат по выращиванию рассады был получен именно под таким светильником. И причем это эконом-вариант. Это далеко не самая мощная лампа. Огурцы у меня освещаются этой же серией светильников. Но он уже метровый, и мощность приблизительно 80 ватт. И у меня в руках лампа 1,5 метра. Ее мощность уже 90 ватт. А вообще производители могут изгостовить такие светильники по вашим размерам. Домашним растениям, так как они тропические, сейчас нужен небольшой период покоя. То есть пару месяцев мы их не подкармливаем. Но им все равно нужна какая-то поддержка. Завязались томаты. Наливаются уже потихоньку огурцы. И, конечно, через какое-то время им тоже потребуется дополнительная подкормка. И вы довольно часто спрашиваете, почему огурцы не набирают массу. Почему ваши цитрусовые растения сбрасывают цвет. Это тоже в первую очередь связано с питанием. И если у вас плохой грунт у растений, то как бы вы их не пичкали питанием, все равно не будет того должного результата. Поэтому все-таки начните составлять качественный грунт для вашей рассады. Чисто торфяной в магазине, который готовый, для этих целей никак не подходит. И, наверное, я не открою вам никакого секрета, если в очередной раз напомню или подскажу, что лучше всего для домашних растений, для огорода на подоконнике, использовать качественный настоящий биогомос. А если учесть, что это концентрат гелеобразной формы в удобной упаковке, то сделать рабочий раствор из него вам не составит никакого труда. Концентрат здесь настолько сильный, что для приготовления 10 литров рабочего раствора нужна лишь 1 столовая ложка этого гелеобразного биогомоса. Я развела концентрат в небольшом количестве воды, так удобнее работать. Теперь выливаю в тот объем, который мне нужен, блейку с водой. Преимущество то, что это органическое удобрение, получено оно из концентрата биогомоса, вы получаете после подкормки быстрый и пролонгированный эффект. То есть кормить свое растение достаточно 1 раз в месяц, если речь идет о зимнем периоде домашних растений. Огурцы можно кормить каждую неделю. В составе этого концентрата есть основные элементы питания, микроэлементы, фульвово- и гуминовые кислоты и почвенные полезные бактерии. Предметы, которые нас окружают, очень сильно влияют на наше настроение. Поэтому постарайтесь вокруг себя создавать как можно больше красоты. Сегодня я вам предлагаю создать композицию. Вы можете ее сделать для себя. И до серьезных морозов она будет украшать ваш сад. Если вы дарите какое-то домашнее растение, то будет здорово, если вы позаботитесь о будущем хозяине, подберете кашпо и пересадите это растение в подходящий грунт. Ну и как обычно, я вам предлагаю использовать умную добавку. Это ионидный субстрат. Добавив однажды в почву ионидный субстрат, вы более не будете знать проблем с дополнительными подкормками ваших домашних растений. И напомню, что достаточно взять 1 или 2 столовые ложки субстрата на 1 литр готового грунта. В банке находится природный минерал циолита. И по специальной технологии вы обогатили ионами питательных веществ. То есть минералы здесь находятся как бы в запечатанном виде. Большая часть там остается после внесения в грунт и с поливами не уходит. То есть в распоряжении ваших растений всегда будет необходимая порция питания. Передозировка и ожог тоже исключены. Осенью на участке освобождается много плетеных корзин из искусственного ротанга. И в них удобнее всего собирать подобные композиции. Для подарочной композиции также можно использовать любую плетеную корзину. Чтобы она не испортилась, не сгнила, не намокла, внутрь вставляем пакет. Я насыпала немного грунта. Теперь буду засаживать растения. Эту декоративную капусту я забрала со своего участка. Скоро будут морозы и она все равно пропадет. А так она еще долгое время будет украшать. В садовых магазинах сейчас большое количество вересков. Я не могу пройти мимо этих чудесных растений. Они лучше всего подходят именно для осенних композиций. Большими куртинами их можно высаживать на своем участке. Любят они кислый торфяной грунт. И в зиму требуют укрытия лапником. Заполняю грунтом свободное пространство. Поверхность почвы я декорирую кокосовой стружкой. Все должно быть красиво. Опускаем сиреневую свечу в стеклянную вазу. А еще милая фигурка ангелочка. Поливаем. Согласитесь, получилось довольно мило. Здравствуйте, дорогие дачники. Сегодня, когда вы уже собрали урожай, хочу вас познакомить с совершенно новым продуктом на рынке удобрений, с бактериями, которые живут на поверхности растений. Их разработали институтом микробиологии специально для тех, кто использует в домашних и уличных помещениях удобрения. Раньше подобные бактерии были доступны только для больших хозяйств, потому что они требуют особых условий для хранения, доставки и применения. Но благодаря усилиям нас и ученых, данный продукт модифицировали для того, чтобы он был доступен обычным дачникам. И главная особенность в том, что этот продукт теперь хранится при комнатной температуре полтора года. Эти бактерии особенные, они живут только на поверхности растения. Ризосферные бактерии живут на поверхности корней, а филосферные живут на поверхности листьев, стеблей и ствола. Мы готовим рабочий раствор, заселяем эти бактерии на растения, и каких же функций они выполняют? Бактерии, которые живут на поверхности корня, вырабатывают азот из воздуха в 10 раз больше, чем свободно живущие другие бактерии. Эти бактерии распушают корень, живут на каждом волоске и помогают ему добывать из земли гораздо больше полезных веществ, чем он бы делал это самостоятельно. Они создают надежный барьер защиты от других вредоносных бактерий. Начинаем использовать от самого семечка. И далее при высадке рассады в открытый грунт мы обрабатываем корни. Следующие препараты серии используются для обработки корней саженцев, луковиц и клубней. Третий вид бактерий – это филосферные бактерии для обработки по листу у тех растений, у которых есть гибкий травянистый ствол. Например, это перец, баклажан, томаты. И четвертый вид – это бактерии, которые живут на поверхности листьев и кроне, растения, у которых есть твердая кора. Например, яблони, груши, вишня, смородина. Применяя эти бактерии, мы делаем растению мощный биоапгрейд. У растения улучшается очень сильно взаимобмен с внешней средой. Вокруг него образуется как бы щит. Обработанные растения лучше противостоят болезням, стрессам и усиленно растут. В рамках нашей программы мы будем тестировать препараты в зимнем огороде, чтобы показать вам мощные результаты. И к весне вы будете уже полностью подкованы информацией, чтобы с успеха применять данные препараты в огороде на окне, на рассаде, на домашних растениях и потом на вашем участке. Один из самых популярных томатов для выращивания в зимнем огороде – это, конечно же, каменный цветок. Этому растению от момента всхода всего 45 дней. Но он обильно цветет и уже завязалось две кисти. Для того, чтобы томаты и, в принципе, любые домашние растения, которые сейчас у вас находятся на подоконниках, оставались здоровыми, я вам напомню в очередной раз про регулярное использование микробиологических препаратов, которые содержат полезные грибы и бактерии. Сегодня я буду составлять очередной полезный коктейль. Он будет универсальный, поэтому подойдет без исключения для всех растений. Неважно, что это комнатное декоративное растение, микрозелень или овощи на вашем подоконнике. Но для того, чтобы микробиологические препараты хорошо работали, я все-таки напомню вам основные правила, чтобы вы смогли получать гарантированный результат. Эти бутылочки с нашими помощниками нужно хранить при температуре не выше 15 градусов. Это нижняя полка холодильника или в данный момент, например, на полу около балконной двери. Перед применением бутылочки нужно встряхивать. Для приготовления раствора нужна вода. Желательно, чтобы она была слегка теплая и отстойная. Вода из-под крана с хлором не подходит для этих целей. В первой бутылочке у меня находятся азотофиксирующие, фосфор-калиймобилизирующие бактерии. И здесь есть бациллосубтелис. Азотофиксирующие и фосфор-калиймобилизирующие доставляют нашим растениям доступное питание. Азот они улавливают из атмосферы. Не забудьте чаще проветривать ваше помещение. Если у вас хороший грунт, то фосфор и калий там точно есть. Бактерии переводят его в удобоваримую, доступную для усвоения растений форму. Во второй бутылочке у меня содержится бациллосубтелис. И здесь довольно высокий титр, то есть хорошая концентрация. В принципе, бациллосубтелис в этой бутылочке тоже есть. Но я хочу усилить действие первого препарата. Так как мне нужна надежная защита от бактериальных и грибных заболеваний, которые довольно часто могут проявлять себя в условиях подоконника. Ведь мы устраиваем сквозняки, иногда почву переливаем. Рабочий раствор подходит как для полива почвы, так и для обработки растений по листьям. Желательно эти два способа чередовать два раза в месяц. И я вам напомню, еще одно правило. Бактерии могут погибать на ярком цвету. То есть, когда попадают прямые солнечные лучи и под агролампами. Поэтому такие обработки нужно проводить вечером, когда вы ложитесь спать и выключаете свои лампы. И можно рано утром, пока лампы вы еще не включили и солнце не взошло. Добрый день, уважаемые дачники! Наступает самая долгожданная пора посадки осенних луковичных. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до ноября вы можете смело заниматься посадкой луковичных. Нас всех вдохновляют фотографии из весенних голландских садов. Но маленькую голландию вы можете сделать у себя в саду. В этой маленькой коробочке 100 луковиц тюльпанов. Посадив всего одну, вы устроите себе настоящую голландию. Может показаться, что это очень много. Хотя по правилам посадки это займет всего 2 квадратных метра. Рябчики, гиацинты, нарциссы, крокусы. Все это сажаем осенью. Конечно, не забываем про корзины, чтобы было удобно пересаживать и выкапывать луковичные. И, конечно, удобрения. В наличии тюльпаны, которые не надо пересаживать ежегодно, это ботанический тюльпан. Самое время сажать декоративный лук. Он сейчас в моде. И, конечно же, нарциссы, без ароматов которых невозможно себе представить ни один сад весной. Понимая, как вы будете скучать по своим садовым любимцам, мы подготовили для вас огромное количество новинок домашних растений. Самые популярные сейчас растения с необычной окраской. Посмотрите, есть даже пудровый. Наши любимые сансеверии на любой вкус, размер и форму. Не за горами первые заморозки, а у кого-то они уже были, поэтому важно вовремя укрыть всех своих любимцев. Тех, кого мы с вами посадили в первый год, важно защитить не только от заморозков, но и еще от палящих лучей февральского и мартовского солнца. А если в вашем доме есть маленькие дети, то укрыть деревья можно чехлами в форме необычных зверей и птиц.